Война, которую Россия развязала против Украины, ведется не только на полях сражений. Не менее ожесточенное противостояние ведут дипломаты. И в этой борьбе голос российской дипломатии все слабеет, в то время как голос Украины усиливается. Здравствуйте, меня зовут Константин Игнычук и сегодня обсудим, что происходит с российской и украинской дипломатией и какое это имеет значение. А мои собеседники – дипломат Руслан Осипенко и аналитик Украинского института будущего Илья Куса. А для начала разберемся, в чем была сила российских дипломатов и что пошло не так. За счет чего российская дипломатия была такой влиятельной? Первое, у них была сильная дипломатическая школа и остается на базе МГУ и МГИМО из советских времен. То есть все стекалось в центр, в столицу, в центр метрополии, чтобы это было понятно. Второе, у них была неплохая система, да и есть, я думаю, неплохая система подготовки дипломатов, которых готовили. Они учили иностранные языки очень серьезно, их забрасывали в страну, так сказать, перед назначением, например, на должность посла, чтобы они ее изучили, пообщались с местными. Это очень хороший опыт, чего у нас нет, например, мы не можем себе такого позволить массово. Массово. Они хорошо понимали свои интересы, то есть у них было поставлено понимание своих задач, своих приоритетов внешнеполитических, а когда ты понимаешь свои задачи, тебе легче просто действовать на местах. То есть это всегда ясно. И была какая-то, так сказать, традиция, что ли, опыт государства политического, политических игр и внешнеполитической взаимодействия с внешней средой. Я вот так это скажу. То есть они понимали, как это, играть на мировой арене. У них был опыт сотен лет с Российской империей, через Советский Союз. То есть они знали о мире, мир знал о них, и они могли, соответственно, понимать ценности одних регионов или других регионов, понимание, как одну страну играть против другой. Вот в таком ключе. То есть вот это все помогало им быть сильными и самоуверенными на мировой арене. Из чего складывается сила дипломатии? Это авторитет, который нарабатывается годами, плюс сила государства, потенциали. Посмотрите, что эксплуатировала Россия. В чем авторитет России? Авторитет России заключался в том, что якобы эта огромная империя, она выступала за справедливость. Например, если, допустим, турецкая защищала там балканские народы, например, от турецкого ига. Авторитет вы поступками доказали, что вы готовы были воевать, защищая своих братьев, славянские народы, которые проживали на Балканах. Во Второй мировой войне страна фактически победила фашизм, от которого страдала вся Европа. Авторитет, авторитет. Силу продемонстрировали, продемонстрировали. Самая мощная армия. То есть дипломатия – это прямое отражение вашего авторитета и вашей силы, комбинации этих вещей. Естественно, сила может быть мягкая и сила может быть грубая, как говорят в дипломатии. Мягкая сила – это ваша культура, ваши ценности, повестка дня международная, которую вы предлагаете, в основном созидательная. Если вы, как бы, созидатель, предлагаете новые какие-то формы сотрудничества, развития, которые дают возможность всем быть в выигрыше, тогда вы через мягкую силу растет ваш авторитет. Ну и грубая сила. Без этого дипломатия не работает. Если за вами не стоят полки, как бы мощные, мощные вооруженные силы, вы не можете добиться. Да, вы можете выйти с хорошей повесткой дня, но вас никто слушать не будет и вы не сможете ничего добиться. Поэтому тут комбинация, как бы, авторитета и силы. Силовая компонента подразумевает под собой и не только прямую военную силу, но и силу финансов вашу, научный потенциал сюда входит, экономический, торговый. То есть сила, она состоит из нескольких компонентов, в том числе и деньги. Но вопрос в том, как вы использовали деньги. Посмотрите, как использует деньги Китай. Китай развивал свою инфраструктуру, развивал свое общество и вырвал его фактически за 40 лет из страны, которая развивается во вторую экономику мира. А потом начал распространять свое влияние через деньги уже на страны, которые, ну там, партнеры или соседние страны там и так далее. Как использовала деньги Россия? Россия фактически способствовала использованию богатства определенной группой людей, которые окружают Путина. Инфраструктура и производство были уничтожены. Социальная сфера была уничтожена. То есть базу, на которой бы вы распространяли свою силу и авторитет, вы у себя уничтожили фактически. То есть вернули ее. Да, у вас была масса денег, но она принадлежала одной десятой вашего общества и использовалась на гидонистические цели. Яхты, отдыхи, шубы, недвижимости, обучение детей и так далее. Общество у вас как было не развито, так и осталось. Инфраструктура как была у вас не развито, так и осталось. Но при этом, при всем вы бросили вызов всей системе и всему прогрессивному человечеству. В последние годы видно, как изменилась риторика и даже лексика российских дипломатов. Тот же министр иностранных дел России Лавров позволяет себе порой довольно хамские высказывания. Так почему же российские дипломаты разучились говорить? Как таковой дипломатии уже не осталось фактически у России. Почему? Потому что она растеряла свой авторитет, как мы уже разобрали ранее. И она растеряла свою силу. То есть в войне Россия продемонстрировала, что она бессильна, у нее нет силовой компоненты. Сейчас она изгой в торговле, она уже не будет таких получать прибылей. Она не сможет давать политические взятки, как она давала, например, в различные страны. К примеру, в ту же Венгрию, когда отсрачивала, давала рассрочку по оплатам за поставленные свои энергоресурсы. Или там списывала долги, как странам Африки. Это фактически политические взятки для того, чтобы страны следовали в фарватере вашей политики. Сейчас это все кончилось. Денег у вас меньше, они все идут на войну. Да и страна разъезжается от центра. Центровые процессы начинаются. И надо деньги здесь в центре больше. Поэтому вы страна изгой. А страна изгой, с которыми не хотят никто вместе садиться за стол, не то что переговоров, а вместе фотографироваться. Ну, здесь нет места для дипломатии. Они стали жертвами мейнстрима политического в условиях, когда у них нет особо другого выбора. Опять же, мы же понимаем, что они на службу. То есть они же должны, по большому счету, они выполняют свою работу. Ну, то есть это их работа. Они должны защищать интересы своей страны, транслировать месседжи своего руководства, какие бы они ни были. Понятное дело, что морально это выбор каждого. Поэтому тут как бы все понятно. Но я бы сказал так, они не разучились ничего делать. Они это делают, кстати, в отдельных вопросах, достаточно грамотно, я бы сказал. Но просто они в ситуации, когда в ситуации военной пропаганды трезвомыслящие, независимые специалисты никому не нужны. То есть не нужно никому независимое мнение в условиях, когда у тебя военная пропаганда 24 на 7, и когда идет политико-идеологическая война одного человека. Ну, одного группы человека, узкой группы людей, которые принимали решения, допустим. Да, то есть я очень сомневаюсь, что лично Лавров принимал решение, понятное дело, о вторжении в Украину. Я уверен даже, что его вообще мнение особо не учитывалось при этом. Если исходить из того факта, что он не является одним из самых приближенных к Путину людей. То есть он является технократом, абсолютно чиновником системным, который много лет в системе НИДа, он ее выстраивал. Но он не принимал ключевых решений. А если принимал участие в каких-то, то во время войны уже такие, как он, с независимым мнением, вообще никому там не нужны. Поэтому российские дипломаты оказались жертвами собственной системы пропаганды в их собственной стране, где они, ну, либо они идут в мейнстриме, либо они уходят или их вытесняют из этой системы. Вот как бы то, что превратилась российская дипломатическая система. Если не учитывать манеры общения, почему российская дипломатия потеряла влияние? Почему Россия и почему российская дипломатия утратила свою силу? Ну, тут несколько причин, с моей точки зрения. Она не предложила созидательную повестку дня будущего. То есть вот эти заявления Лаврова о том, что либеральная западная система себя исчерпала, а авторитет России растет, что однополярный мир это плохо, а мы выступаем за многополярный мир, это не доказывает ничего. То есть вы не предложили готовую систему. Вот Китай предлагает готовую систему. Он выстраивает, почему ее рассматривает Соединенные Штаты, рассматривает Китай как конкурента. Потому что они предлагают позитивную повестку дня, но параллельную с той, которую выстроили Соединенные Штаты после Второй мировой войны. Это своя финансовая система, это система торговых связей своя, вот этот шелковый путь, один пояс, один путь. Это юань, как валюта для обмена вместо доллара, например, на нефти. Вот они предлагали, в Саудовскую Аравию ездили представители Китая и предлагали перевести торговлю сырьевыми ресурсами на юань. Или на двусторонние валюты без доллара. То есть они выстраивают параллельную систему, но у них позитивная повестка дня. То есть торгуя с нами, вы что-то получите. А здесь работа на отрицании. Мы отрицаем вашу систему западную, либеральную. Но на самом деле западная либеральная система, которая строилась, как мы сказали, 3-4 столетия, что она дала? Она дала стабильность, наконец-то. Она дала мир. И она дала глобализацию для торговли. Для развития вот этих торговых цепочек, производственных цепочек, обмена и так далее. То есть когда страны торгуют между собой, они не воюют. Если вы что-то производите, я что-то произвожу, мы вместе собираем конечные продукты, продаем, делим прибыль. Мы с вами не воюем, мы с вами партнеры. Так вот западная система в основе своей давала позитивные сценарии для человечества. А Россия просто бросила вызов этой всей системе, системе безопасности, финансовых отношений, торговых отношений и ничего не предложила взамен. Поэтому она оказалась на обочине истории и оказалась изгоем. Какие последствия для России имеет потеря авторитета в мире? Она проиграла и на внешнем круге дипломатии, и на внутреннем круге. На внешнем круге это в международных организациях. Сейчас стоит вопрос в ООН, чтобы сместить Россию с постоянных членов Совета безопасности. Потому что страна, которая является основателем ООН, которая по уставу должна следить за тем, чтобы был устойчивый мир, стала фактически агрессором. Она развязала войну в 21-м столетии в Европе. То есть такая страна априори не может одной ногой следить за миром, а второй воевать. Так не бывает. Поэтому сегодня вопрос выдворения из ООН. Посмотрите Совет Европы. Она покинула ранее Совет Европы. Посмотрите ситуацию с ОБСЕ. Посмотрите ситуацию в ОЧС. Как относятся к России в Черноморском бассейне, где она, в частности, и ведет эту войну. Торговые пути прерывает. Невозможно поставлять зерно для тех же африканских стран. Но вообще торговля вся блокирует торговлю. Фактически в Черном море. БРИКС, ШОС, которые она создавала, как альтернативу она их создавала для того, чтобы показать, что пришел конец однополярному миру, где главенствуют Соединенные Штаты Америки. Но теперь она сама потеряла авторитет и фактически уже не является равноправным партнером в том же ШОС. То есть фактически она превращается в изгое. Это только на внешнем круге. Но есть еще и внутренний круг. Эта тенденция переместилась с внешнего круга на внутренний. Я имею в виду страны СНГ. Посмотрите отношения ОДКБ, СНГ, Евразес. Кто хочет с Россией проводить совместные учения? Уже несколько раз отменяла и Армения, и азиатские страны, члены ОДКБ, не хотят проводить учения вместе с Россией. Фотографироваться не хотят с Путиным. Мы видели эти прекрасные снимки, когда люди шарахаются от Путина, как от прокаженного, для того, чтобы на снимке рядом не стоять с ним. Вот вам результат политики, которую проводил Путин все это время. То есть по внутреннему кругу они тоже потеряют. И СНГ, и Евразес, и ОДКБ. Это уже вопрос времени только. Должны ли топовые российские дипломаты предстать перед трибуналом наравне с другими военными преступниками? Конечно. Они же люди, которые тоже принимали решения на своем уровне, а не люди, которые продвигали те нарративы, те месседжи информационные, в том числе, которые формировало генерированное их руководство. У них была возможность не согласиться уйти в отставку. Понятное дело, что всегда, если смотреть историю Нюрунбергского трибунала и токийского процесса после Второй мировой, всегда были ожесточенные дискуссии о том, насколько дипломаты больше виноваты или меньше виноваты. Но их все равно нужно судить, их нужно привлекать к ответственности вместе с остальными. Какая это должна быть ответственность, это пусть уже суды решают, кто угодно решает, потому что, опять же, мы не знаем, до какой степени, какие вел переговоры, кто за какую позицию отстаивал, какие были внутренние дискуссии. Но да, конечно, топовое руководство МИДа той же Российской Федерации, конечно, это люди, которые являются соучастниками этих преступлений. Агрессия России еще с 2014 года создала угрозу самому факту существования украинского государства. Дипломатический корпус Украины был вынужден на ходу учиться решительности, настойчивости и даже упрямству в вопросах отстаивания интересов страны. Так как изменилась украинская дипломатия? Почему украинская дипломатия долгие годы была малозаметной? Мы после независимости, на мой взгляд, первое, мы не понимали своих задач. Ну, то есть, у нас не были выставлены нормальные приоритеты. Что, какую внешнюю политику мы ведем? Да, где приоритеты? И где там, что, какие наши интересы в том или ином регионе? Кто мы для мира? Что мир для нас? Вот у нас не было этого понимания. Соответственно, многие люди, они не могли понять, ну, ради чего, ради какой там великой цели, какой великой цели мы идем. Так вот, глобальная цель. По большому счету, мы просто пользовались статусом КВО, который там нам помогал развиваться экономически и все. Второе, у нас все-таки оставались остатки советской школы, но мы не построили на ее остатках новую, свою украинскую дипломатическую школу, школу иностранных языков, ну, именно и качественную, и сильную со своей системой. Например, на примере школы арабистики, которая у нас никогда так и не появилась. Вот можно посмотреть, что у нас. Ну, мы не смогли повторить вот эту вот, воспроизвести эту практику почему-то, да, по какой-то причине. Потому что, ну, с одной стороны, мы хотели откататься от советского, с другой стороны, мы не смогли, ну, мы пытались, но не смогли выстроить что-то качественно иное. И третье, мы были зафиксированы, мы были зациклены на западном направлении. В какой-то момент, вот с середины 2000-х начался вот этот процесс. Мне кажется, это была ошибка в том плане, что, решив идти в ЕС и НАТО, мы почему-то решили, что вот, ну, раз такая цель, то надо только этими регионами заниматься, то есть Европа, Штаты. Но это была ошибка, потому что, ну, идти в ЕС и НАТО правильно, но это не значит, что весь мир он там замирает, и он там исчезает, и с ним не надо работать. Поэтому много ресурсов было направлено на подготовку специалистов, на проведение мероприятий на западном направлении, но при этом мы игнорировали там Латинскую Америку, Африку, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, из-за чего у нас не хватает сегодня достаточно инструментов и ресурсов для влияния на эти страны. Вот, поэтому, ну, то есть, скажем так, если коротко говорить, ограниченность, отсутствие целеполагания и узконаправленность нашей внешнеполитической деятельности, вот это были причины, почему мы оставались достаточно пассивными на международной арене. В последнее время некоторые международные эксперты говорят о том, что война, мол, привела к тому, что Украина обрела реальную субъектность. Можете объяснить, что это значит? Мы являемся частью международного сообщества, мы признаны международным сообществом, мы в границах, нам гарантированы какие-то права и правила, что наши границы незыблемы, как мы сказали, Хельсинский акт 75-го года, то есть, если мы субъект, мы получаем права и обязанности. Права, что мы самостоятельны, и мы принимаем решения, какие союзы вступать, с кем дружить, как дружить, какую систему политическую себя выстраивать. И мы имеем право развиваться в том направлении, в котором хотим, нравится это России или не нравится. И, естественно, если к нам относятся уже как к субъекту, без нас, ну как можно обсуждать? Мы субъектны, то есть, значит, надо учитывать наши интересы. Ранее, если вы не субъект, вы не имеете права международных отношений, и за вас разговаривает ваш, так сказать, сюзерен. Вы являетесь вассалом, а ваш сюзерен решает за вас все там. Так и было, и в Российской империи мы были вассалом, и в Советском Союзе Украинская республика была вассалом. Единственное, мы получили право, так как мы понесли огромные потери во Второй мировой войне, и Сталину нужны были дополнительные голоса в ООН, мы получили субъектность в ООН. Белоруссия и Украина на основе понесенных потерь получила право голоса в ООН. Но это было тоже имперское решение Москвы, для того, чтобы больше было голосующих, так сказать, за социалистическую систему. Ну вот тогда частично суверенитет мы получили. Почему у нас и сохранился в небольшом количестве Министерства иностранных дел, потому что дипломатов надо было готовить и туда отправлять, которые умеют знать, что такое протокол, этикеты и вообще как вести переговоры. Поэтому у нас был МИД и так далее. Но это не наше решение, это было решение Москвы, это разрешение нам дала Москва. А сейчас мы ни у кого разрешения спрашивать не будем. И без нас ничего решаться не будет, потому что мы субъектны. С точки зрения теории международных отношений все страны являются субъектами международных отношений. Поэтому в принципе мы были субъектами всегда. Другой вопрос, насколько мы были влиятельным субъектом. Насколько мы могли, например, навязывать свою повестку другим государствам. Мы не могли. И поэтому на данный момент я считаю, что мы стали не то чтобы субъектом, мы остаемся субъектом, мы стали интересны отдельным странам. Мы стали ньюзмейкерами, безусловно. То есть в глобальной медийной повестке мы в топе. Но сказать, что мы получили мощные инструменты для формирования собственной повестки, ее навязывания другим игрокам, нет. Пока что этого не произошло с моей точки зрения. Изменилась ли качественно украинская дипломатия в последнее время? Есть подвижки в сторону понимания, что нам нужна новая дипломатия, новая внешняя политика. Сказать, что она фундаментально изменилась, нет. Я не могу, потому что у нас еще не появилась принципиально новая внешняя политика и у нас не появилась новая дипломатическая школа. Но я и не ожидал, что это появится, потому что это процесс, который занимает время и ресурсы, то есть этим надо заниматься в течение десятков лет, ну если вообще вы любите его брать. Поэтому я не могу сказать, что мы сейчас так вот прям взялись за этот процесс. Нет, у нас сейчас приоритеты другие, связанные в основном с войной. Я могу сказать, что, конечно, многие наши дипломаты сегодня титаническую работу проделывают. То есть в тех условиях, в которых они живут, в ограниченных условиях ограниченных ресурсов и то, что они делают во многих направлениях, это, конечно, это действительно очень круто. Могло быть больше, но они работали с тем, и работают с тем, что есть. Дальше ключевой вопрос, чтобы мы переосмыслили, в том числе, в чем была проблема нашей 30-летней внешней политики, которая нас привела в том числе в ситуацию с ограниченными ресурсами, и ее переосновать вместе с переоснованием, я считаю, государства, системы госуправления и политической системы. Ну а это процесс, я думаю, который у нас запустится в течение нескольких лет и потом будет продолжаться. То есть его оценить можно будет только там где-то через от 3 до 6 лет, я думаю, можно будет понять, вот произошел ли где-то слом во время войны или еще не произошел. Что Украина может предложить сейчас на международной арене? Если вы субъектные, вы распоряжаетесь и ресурсами, и своей культурой, и то есть во всех областях вы становитесь полноправным хозяином всего. Начнем с ресурсов. Украина подписала меморандум с Европейским Союзом по использованию, совместному использованию редкоземельных металлов. Это сейчас станет проблемой номер один в противостоянии двух демократических, демократического лагеря и авторитарного лагеря стран. Так вот, на территории Китая, там, России сосредоточены больше всего ресурсов, таких как литий, титан, уран, молибден, кобальт, которые являются основой для развития современной экономики. Оказывается, эти же все элементы лежат в украинской земле. Украина сегодня продемонстрировала, что она имеет сильную армию. И эта армия фактически может выполнять работу за все НАТО. Она должна быть просто перевооружена, она должна стать более современной, более мощной, и она будет выполнять функцию форпоста на восточном фланге НАТО. Второй момент, третий момент, Украина сегодня делает прорывные вещи в некоторых технологиях и системах. Многие европейские страны готовы взять коды нашей системы, вот этой ДИА, которая есть, и внедрить у себя, которая ускоряет фактически цифровизацию всей экономики. А цифровизация всей экономики это фактически увеличение ее объема, то есть вы строите уже цифровую инфраструктуру, убираете барьеры, ускоряете торговые процессы экономические и увеличиваете емкость рынка. Это основа для рывка экономического, поэтому европейцы понимают, что Украина будет очень такой перспективной экономической моделью будет иметь еще, поэтому и это мы можем внести по другим направлениям, у нас есть наработки и в военно-технической сфере очень неплохие, фактически Украина была всегда технологической базой для ВПК России, СССР, скажем так, поэтому это все ВПК, если его модернизировать, инженеры, людской капитал, посмотрите, это самое важное, по сравнению с тем, что я сказал, людской капитал, здесь же прекрасное образование было и есть, оно еще сохранилось, технические вузы прекрасные, инженеры, авиаторы, космос это украинские инженеры, авиация это украинские инженеры, Россия самолеты не может собирать, а Антонов собирает транспортные самолеты при наличии денег, они сохранили потенциал, людской потенциал, технический потенциал, возможности собирать самолеты даже, ну то есть полный цикл немногие государства в мире имеют, это только очень продвинутые государства, мы работаем с атомными технологиями, тот же Хартрон и так далее, мы обеспечивали военно-промышленный комплекс России по вот этим вопросам, как бы делали верификацию этих ядерных ракет и так далее, то есть у нас масса интересных технологий, масса как бы другого потенциала, которое может быть привнесено в Европейский Союз, плюс вот эта новая субъектность, новое видение мира, как бы свежее дыхание, Украина это для Европейского Союза будет свежее дыхание, новый импульс для переформатирования и для развития Европейского Союза, я считаю, поэтому выиграет и Украина и Европейский Союз, они станут и сильнее, и привлекательнее, и интереснее. Итак, делаем выводы. После развала Советского Союза Россия унаследовала мощный дипломатический аппарат, в том числе и политическое влияние в мире. Статус ядерной державы и растущие сверхдоходы от продажи углеводородов позволяли России диктовать свои условия на международной арене. Но все изменила война против Украины. Авторитеты влияния России тают с каждым днем, в то время как Украина, поставленная на грань существования, вынуждена бескомпромиссно бороться за свои и уважаемые российские дипломаты теперь оправдывают жестокую захватническую войну. И хоть в России дипломатов воспринимают как интеллектуальную элиту в белых перчатках, все же их руки так же в крови, как и у путинских генералов. И от ответственности не уйти. С вами был Константин Игначук. Всего доброго.